Запрет для торговых сетей на возврат скоро портящихся продуктов, в частности хлеба, поставщикам ударил как по одним, так и по другим, считают эксперты. Если для магазинов это обернулось потерей части прибыли и ассортимента на полках, то производители теперь получают меньше заявок на свою продукцию. В конечном итоге негативный эффект ощутили на себе и покупатели, которые сейчас не могут получить все то многообразие хлебобулочных изделий, доступны еще совсем недавно. Как сообщили нашему телеканалу участники рынка, до принятия соответствующего закона проекта возврат хлеба производителям из торговых сетей доходил до 50%. И хотя теперь возврата как такового не стало, ритейл компенсирует это другими методами. А сейчас они для того, чтобы компенсировать свои убытки, которые они начинают вести из-за возврата продуктов, они просто просят, не просят вероятно, требуют у хлебозаводов, чтобы те вписали в пункт договора такой пунктик, безумие скидку предоставить примерно на величину вот этих вот их расходов по возврату. Понимаете, они опять, получается, душат производителя и сами хотят остаться чистенькие там с деньгами и все остальное. Вот сейчас следующий пункт, получается, надо законодательно вводить ограничения их на цену, во-первых, и ограничения на эти вот скидки. Напомню, согласно поправкам в закон о торговле, сети не могут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. Речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах. На данный вид товаров приходится около 70% ассортимента ритейлеров.